Итак, мы утвердили то, что наша молитва Богу начинается с прославления и поклонения. Потому что хвала позволяет нам входить в Божье присутствие. Но хвала — это не просто какие-то пустые слова. Не формулировка или просто такой речитатив. И хвала касается Божьего дела и того, кем Он является для нас. Итак, хвалю Его за то, что Он мой Отец, благодаря крови. Благодарю за кровь. И славлю Его за то, кем Он есть. Что отображено, например, в Его имени. Или Его именах. Мы провозглашаем то, что имя отделено Его. Нет никого, как ты. Итак, кем Он является вообще? Он тем же является и для меня лично. Он то, в ком и в чем я нуждаюсь. И когда я прошу Бога быть таким, мы соглашаемся с тем, что Он уже такой есть. Я не прошу Его стать Яглой Циткейну. Просто это провозглашение для меня, что Он уже есть Яглой Циткейну. Мы понимаем, что Бог свят, праведен. А мы неправедны по природе. Итак, как же неправедный по природе имеет отношение с праведным Богом? Наверное, каждый из нас когда-то пробовал делать такие праведные вещи для того, чтобы приблизиться к Богу. Но обнаружили то, что не можем делать праведные вещи сами по себе. Вот Бог праведен, вот мы неправедны. Правильные вещи не приближают нас к праведному Богу. Как Валентин говорил вчера на молитве. То есть грех — это как бы не попадание в цель. То есть это не попадание в Божью праведность. Итак, как же ж неправедный человек радует праведного Бога? Это невозможно угодить Богу. Итак, Бог решил сделать кое-что для нас, что мы сами по себе не могли делать. Написано в Библии, что праведность только высшего. Второе Коринфянам 5.21. Хорошее место, описание для того, чтобы запомнить на память. Помните его? Второй Коринфянам 5.21. Ужас, позор вам и анафема. А, нет, такого не говори. Запомните это, пожалуйста. Второе Коринфянам 5.21. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. То есть здесь другими словами говорится о том, что Бог взял своего сына, который безгрешен абсолютно. И, ну, другими словами, вообще-то там написано, что взял и сделал его грехом. Как он стал грехом? То есть он взял наши грехи и возложил на Ишуа. Ишуа, который не имел греха в себе, стал грехом. Это была работа Божья. Он забрал наши грехи и возложил на Ишуа. И взял праведность Ишуа и возложил на нас. И в Библии написано, что Бог сделал это по благодати Своей. И мы возлагаем нашу веру на Его благодать и таким образом приходим ко спасению. Знакомы вам Ефесянам 2.8.9? Кто-то это запомнил? А ну, быстро. В следующем году приеду, будете все умные на стихи учить в Библии. Ефесянам 2.8.9 Ибо благодатью вас спасены через веру. И это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение — это дар от Бога. Не можем ни заслужить, ни заработать его. Мы получаем через веру. Вера значит, что мы соглашаемся с Богом. Итак, наша праведность — это праведность по вере. «Римлянам 3». Сразу вспоминайте, кто помнит. 3.21. Кто-нибудь помнит? Говорите «да», пожалуйста. Ну, скажите кто-то. Да. Romans 3.21. 21, да. 3.21. Can you read the whole verse? A righteousness from God upon the law that you may know is the law upon the faith of God. Но ныне независимо от закона явилась правда. We have not righteousness, but truth. Yes. Ну, у нас написано правда в английском праведность, но в принципе это от одного слова. Ну, то есть, чтобы быть истинным и быть праведным, это в принципе одно и то же. То есть, суд или осуждение в английском. Это тоже, ну, то же самое слово. А, то есть, оправдание в смысле, да. То есть, праведность, истина и оправдание идут от Бога, а не через закон. Вот что значит, когда Бог говорит о Себе, я говорю о цит-кейну. То есть, цит-кейну — это оправдание или праведность. То есть, не только Бог праведен и праведность, но Бог — моя праведность. То есть, Бог делает меня праведным. Вот как Бог является нам. Я Бог, который делает тебя праведным. Праведность не является следствием подчинения закону. Праведность — это дар Божий. Потому что мы не имеем праведности в себе. Только одна праведная Личность существует. Это Ишуа. То есть, Бог взял Его праведность и дал нам, как дар. То есть, я получил эту праведность, когда принял кровь Ишуа, пролитую за меня. То есть, кровь Ишуа делает нас праведными. То есть, праведность — это действие Божие для меня. Он забирает все мои грехи. Прощает меня за все грехи. То есть, Библия говорит о том, что я полностью отделен. То есть, другими словами, у меня была запись грехов моих. И Бог их всех постирал начисто. То есть, у меня теперь нет никаких грехов перед Богом. Вот что Ишуа сделал для нас. Понимаете это? Полностью прощены. То есть, Бог говорит, я для тебя, Яхвы Циткейну. Я Бог, который делает тебя праведным. То есть, когда молюсь, призван к тому, чтобы молиться и концентрироваться на Его имени также. Например, Его имя Яхвы Циткейну. То есть, говорю, благодарю Тебя, Отец. Что Ты дал мне праведность. Благодаря крови Ишуа, стою праведным перед Тобой. Благодарю за то, что Ты есть моя праведность. Все мои грехи прощены. И я не несу их больше. Первое Петра 3,18. Ну, быстро. Первое Петра. Первое Петра 3,18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Был умершвлен по плоти, но ожив Духом. То есть, я стою перед Богом во Христе, Ишуа. Когда смотрит на меня, видит праведность Ишуа. Я начинаю провозглашать это через молитву. То есть, я провозглашаю и вижу то, что теперь нет разделения между мной и Богом, благодаря этому. Ишуа стал моей праведностью. Нет во мне вины перед Богом. Не должен просыпаться утром с чувством вины. Потому что Бог забрал мою вину. Благодаря тому, кто Он есть для меня. То есть, я не прошу, не умоляю Бога быть Яхвыциткой, но для меня. Он утвердил для меня, что Он уже есть таким. Он есть в моей праведности. Это уже совершилось. Две тысячи лет назад. Когда Ишуа умер на кресте. То есть, я не ожидаю, чтобы меня сделали праведным. Уже сделано праведным. В молитве благодарю Бога за то, что сделал меня праведным. Я праведен перед Тобой. То есть, не позволяйте дьяволу и врагу обвинять вас ложно. Или о каких-то прятанных тайных грехах. В Библии написано, что если исповедую свой грех, он праведен и справедлив. И простит все грехи. То есть, каждое утро могу просыпаться и чувствовать свою чистоту перед Богом. То есть, благодаря тому, что Бог сделал, Он сделал вас праведными. Неправедные, потому что вы молитесь. Неправедные, благодаря тому, что читаете Библию. Неправедные, благодаря тому, что посещаете собрание. Неправедные, потому что вы студенты МГБ. Это вопрос. Праведность только в Ишуа одном. А ну, прославьте Бога за это. То есть, когда я молюсь по утрам, и говорю, Боже, ты Яхва Циткину, напоминаю себе, что я праведен перед Богом. дает вам такую свежесть в дух. Я не молюсь Богу, который где-то далеко, и я от Него отделен. Молюсь Богу, который близок ко мне и сделал меня праведным. Молитва — это не умоление Бога. Молитва — это единение и причастие к Богу. Он для меня Яхва Циткину. Но он также Яхва Микодиш. Микодиш. И это значит... Микодиш? Да. Это значит, что Бог делает меня святым. Бог отделяет меня от греха. И отделяет меня для себя. Не только Ишуа забрал мои грехи, но и разрушил их силу. Потому что Ишуа победил грех. Теперь, в Колоссянам 2.1 отвечает Александр Друзь. That'spoints. 2.10 2.10 It says, that I have been made complete in Christ. 2.10 can you repeat your verse I have been made complete in Christ or I've been given fullness in Christ I've been given fullness in Christ who's the head over every power and authority because we have you instead of I you have been given yeah Paul's talking to the Christians you have been given fullness or completeness 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 okay alright and you have the fullness in Him which is the head of every government and authority so I don't need anything so it's Jesus and nothing else Jesus is enough to make me holy before God and so I focus on these two names of God то есть я сосредотачиваюсь на этих двух именах Yahweh Sidkenu Yahweh Sidkenu Yahweh Makedos Yahweh Makedos Makedos I'll get that and I realize that God has made me righteous and God has made me holy понимая что Бог сделал меня праведным и святым the Bible says that because of the blood of Jesus I've been made holy before God and God has accepted Бог принял меня кто хочет из вас быть принятым своими другом или друзьями хотите быть принятыми людьми которые считаете важными хорошо чувствовать себя принятым правда но Бог который самый важный говорит что Он принимает тебя хорошо невозможно описать словами это должно быть откровением вашему духу просто причина также в том что враг всегда хочет чтобы мы чувствовали себя непринятыми отверженными когда мы чувствуем себя непринятыми Богом таким образом наша жизнь будет отделена от Бога все время будете пытаться угодить Ему и будете все время чувствовать что не можете это всегда будет для вас чувством вины и стыда будете себя чувствовать неудачником перед Богом я хочу угодить Богу но не могу Бог говорит что дам тебе все чтобы угодить мне я тебя сделаю святым освящу тебя чтобы ты угождал меня кто полностью и совершенно удовлетворил Бога и и и благодаря крови и и я угождаю Богу потому что покрыт Его кровью моя позиция перед Богом во Христе то есть я принят Богом это становится правозглашением утренним то есть то что нам нужно это соединить наши чувства с нашим исповеданием того что мы верим чувствовали себя неправедными чувствовали себя отверженными вопрос так как такие два отчета в одном написано что принят в другом отвержен помните когда народ Израиля пошел в обещанную землю и они отправили соглядат и посмотреть и те вернулись двенадцать разведчиков с двумя отчетами двое сказали все в порядке сможем десять сказали ни за что то есть противоречивые отчеты полностью но какой отчет был от бога отчет двух которые сказали мы можем то есть всегда когда слышите что вы неправедные вы отверженные это не отчет от бога отчет от него гласит что мы праведные мы святые и мы приняты и снова я не прошу не умоляю бога сделать меня святым он сказал мне я бог который делает тебя святым если провозглашаю это в молитве я размышляю над этим и это входит в мой дух заставляет меня размышлять над тем что это сделал для меня и кто он для меня и могу иметь отношение благодаря тому что он сделал нет разделения и я прихожу в его присутствие святой и праведный хорошее исповедание амин амин 15 11 30 ok so he is Yahweh Sidkenu he is Yahweh Makodesh let's look at two other names this morning he is also Yahweh Shalom Shalom means what peace God is declaring he has made peace with us we have harmony with God that we are at peace with God and so because of that God gives us peace so that there's nothing more that I can do to be at more peace with God and so I have the peace of God because he's given it to me Jesus blood broke down the barrier separating me from God do you remember when Jesus died on the cross that the veil in the temple was torn in two that veil represented a barrier because according to the old covenant you couldn't get into the presence of God but Jesus body broken and his blood shed tore down that barrier and the writer of Hebrews says therefore I can come with boldness into the most holy place and the writer can you get a mental picture of the most holy place can you imagine God sitting on his throne and can you see Jesus pulling that veil back and welcoming you in to the throne that's what he's done that's what he's done he's pulled that veil back and welcomed you to come in and so I can come right into the presence of God I have peace with God he's made peace with me God is not mad at me God is not mad at me he's like a jewish grandpa he's like a jewish grandpa he says come sit on my lap he says come sit on my lap it's because the bible says he took all of his wrath it's because the bible says he took all of his wrath it's because the bible says he took all of his wrath and he placed it on Jesus his son и возложил на Ишуа Jesus took all of God's wrath то есть Ишуа взял на себя весь гнев Божий Иногда нам кажется, что для себя он все-таки приберег чуть-чуть, чтобы нам дать. Но это неправильное откровение. Ишуа взял весь Божий грех. Ой, грех этот. Гнев. Извините. Боже, прости, пожалуйста. Помните этот ковчег? Мы видим в Новом Завете, что ковчег Ноа — это был символ Ишуа. Никто не мог войти внутрь ковчега. А в это время гнев Божий изливался в дожде. Но этот гнев, этот дождь не коснулся никого из семьи Ноя. Этот дождь, он касался только ковчега. Он падал только на ковчег, но не касался никого из людей. Но Ноа и его семьи были спасены внутри ковчега. Это вот такой образ и картина нас внутри Ишуа. Мы в безопасности во Христе. И Ишуа взял на себя гнев Божий. Весь. И скажите, Бог не злится на меня. То есть, Ягвэй Шалом значит, что Бог в мире со мной. Ты Бог, который примирился со мной. Ты мир. Ты не злишься на меня. Благодаря крови Ишуа, ты не злишься на меня. Мы в мире с тобой. Я не воюю с Богом. И Он со мной тоже. Я имею мир с Богом. Аминь. Аминь. Ты хорошо? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень. Я даю тебе еще одну вещь, перед тем, как мы перебивим. Он Ягвэй Шама. Он Ягвэй Шама. Это означает Шама. Шама. Ты имеешь правильный язык? Шама? Шама. Бог здесь. Он здесь. Он присутствует. Есть еще один язык? Нет. Есть место в Субъект. Это не тогда, когда Авраам взял Исаака. Это означает, что Бог с нами. Много раз Бог открывался своему народу и говорил, что «Я с вами, я посреди вас». То есть, это значит, что Он не просто где-то в небесах, но Он посреди нас, сделал Себя близким к нам. И Ишуа говорит, что «Я не оставлю вас и не покину вас». То есть, Божье присутствие было всегда на Его людях. Но мы живем в Новом Завете. То есть, Бог не просто вокруг нас, то есть, благодаря Через Духа Святого Он внутри нас. Одно из имен Ишуа – это Эммануил. Что значит «God is with us». С нами Бог, да? И поэтому Ишуа говорит, что «Когда уйду к Отцу, то пришлю вам Духа Святого». Он будет не только среди вас, но будет в вас. Апостол Павел говорит, что «Мы есть Храм Духа Святого, и Он живет внутри нас». Итак, как можно еще приблизиться к Богу, если Он уже внутри нас? И мы не всегда чувствуем Его присутствие. У вас были такие времена? Но это не касается вообще наших чувств. Иногда нам тяжело просто поверить или убедиться в Божьем присутствии, когда мы ничего не чувствуем. Но несмотря на мои чувства, Бог говорит, что Он со мной. Итак, еще раз, почему Он с нами? Благодаря крови Ишуа. Чувствую я Его или не чувствую. Я провозглашаю, что Ты – Ягвэй Шама. Ты Тот, Который со мной. Ты Тот, Который внутри меня. Ты присутствуешь. Даже если не чувствую сейчас Тебя, Ты внутри меня. Ты решил жить во мне. Это Твой выбор. Твоя воля. Это не потому, что я что-то сделал. Это только благодаря моей вере. Но Ты – Бог, Который внутри меня, и никогда не покинешь меня. И чувствую я Тебя или нет, я провозглашаю, что Ты со мной. Аминь. Классно? Аллилуйя. 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 Чувствуете что-то внутри? Можете чувствовать это каждое утро, когда просыпаетесь. Можете, провозглашая это. Славлю Бога за то, кем Он есть. И напоминаю себе. Когда напоминаю себе, я утвержден, и у меня силы в Боге. Когда начинаю день с этого, вот что наполняет мой дух и мой разум. И я готов. Я готов исполнить Его волю. Я готов разобраться с дьяволом. Я знаю, кто я есть. Благодаря тому, кто Он есть для меня. Я становлюсь сильным и укрепленным в Боге. Благодарю Тебя, Отче, за то, что открываешься нам. И о том, что даешь нам праведность, святость, ты Бог, который присутствует. В Твое имя Ищего. Аминь.